Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза, ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,17, в горах местами до плюс 12, в днём плюс 30-35 градусов, в горах местами до плюс 26. В южной части местами чрезвычайная пожароопасность, в большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14,16, в днём плюс 32-34. Высокая пожароопасность. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. С праздником жителей Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Тимрезов. В городах и районах по традиции сегодня будут проходить мероприятия. А накануне по традиции прошло традиционное восхождение на Клухорский перевал. В нём приняли участие сотрудники администрации Карачаевского городского округа, сотрудники Дибердинского национального парка, активисты «Единой России». На Клухорском перевале были развернуты флаги России и Карачаева-Черкесии, а также полотно с буквой «З» в знак поддержки российских военнослужащих, участников специальной военной операции на Донбассе и территории Украины. Кроме того, в рамках реализации партийного проекта «Единой России» историческая память была проведена акцией «Автопробег». Российская Федерация, мы суда поднимаемся день флага России для того, чтобы почтить память защитников перевалов Кавказа, почтить своим вниманием те славные страницы нашей истории, нашего государства, когда фашистские захватчики были оттеснены, сброшены с вершин Кавказа. И, в принципе, с этого момента уже начинается переломный момент по всей стране, когда уже страна из защиты переходит в контрнаступление. И, в принципе, с этих дней начинается разгром фашистской армады. Поэтому мы чтим эти даты, мы хотим показать своим восхождением суда, разворачивая флаг России, что на одной из высочайших перевалов России в этот день мы развиваем флаг нашего государства. С днем государственного флага России поздравил заслуженный мастер спорта России по боксу, призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, обладатель Кубка мира 2005 года Мурат Храчев. Уважение, любовь, почтение к государственным атрибутам – это одно из проявлений любви, уважения, почтения самому государству, в нашей стране. Как мы уважаем и чтим наших предков, наших старших, любим то, что они любили, уважаем то, что они уважали. Таким образом мы сохраняем наши традиции. Когда ты стоишь на пьедестале и нравится это присутствующим или нет, они вынуждены встать и слушать гимн Российской Федерации, смотреть на флаг, который развивается над другими флагами, над флагами других стран, то в этот момент ты понимаешь, что ты – это страна, а страна – это ты, и что в данный момент на этом рубеже, на этом направлении, в этой ситуации сделал именно ты, что именно Россия сейчас находится на самой высокой ступени. С праздником! На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи!